Счастливый человек Как удалось ему выдержать, не сломиться, прожить жизнь верующего еврея в советской стране? Счастливый человек Наш фильм мы снимали в подмосковной Ишиве Тарадхаим, созданной учениками Равыцкака. Не первый год он приезжает сюда из Иерусалима преподавать Туру. Это мой благословенный память отец и благословенный память мать. И я так их помню, молодыми. Я родился в Советском Союзе. Так что они мне старались и научить Туру в оригинале, и объяснили так, чтобы я был верующим, чтобы я поверил, объяснили очень убедительно. Теперь они мне учили и Талмуд, и все-все. Я помню, я был маленький, и были еще те годы, страхные годы. Конец 20-х, начало 30-х, закрывались и на гордень. Соседи по квартире были членами еврейской секции и коммунистической партии. Они боролись с религией. Мне пытались в субботу дать в руки спички, чтобы я зажег и этим нарушил субботу. Я это не делал, не брал спички, и они говорили, что если не возьмешь, не зажгешь, будем биться. Когда я учился в университете, приставали очень часто, чтобы я вступил в комсомол. Но это все равно, что начинать служить из-за вас. Так надо идти на смерть, но не вступать в комсомол. И Бог мне помог. Равыцкий, родители воспитали вас верующими, но вы родились в стране атеизма. Да, но я верил, верил в приход Мащеха. То есть, что каждый день может ожидаться все, лопнуло все. Я даже во сне помню, во сне, в Казани видел себя в Иерусалиме. И в Казани, в Казани. И в Казани. Я еще помню, что пелем не песню в Казани. Я еще помню, мацив. А кто пел? Не знаю. Не знаю. Голос. Во сне. Каждый день, я не знаю, мы знали, что когда-то это кончится. Когда я работал учителем в селе Столбище, это 25 километров в Казани. Я имел комнату с тремя учениками. Я искал возможность молиться. Бог сделал человека умным, но не только человека, но и весь мир умным. Двери в Столбище были очень большие. Я забегаю внутри двери, надеваю там цвели и молюсь, и ничего не заметно. Я пятницу до захода солнца заполнял журналы на все часы, что назначены в субботу. Я заполнял уроки, которые я еще не проводил. И поставлял оценки ученикам, которых я еще не спрашивал. Но я знал их. Никого я не обидел. Немножко замужал даже. А если это было бы в обычный день, я бы не имел терпения ждать эту ерунду. Формулу. Я бы побежал и сам написал. Но с работой мне нельзя. И так я работал двадцать лет. Есть грех вспоминать даже имя идолов. Адено ему нас халки в хейси. Написано в Торе смотри. Я тебе дал сегодня жизнь и добро, и смерть и зло. Будешь жить по законам Торе, будет жизнь и будет удача. Не будешь идти, но я тебе советую выберечь жизнь. Я был в Куйбышеве. И это было в сорок пятом году. И в доме, где жила моя жена, там находился один старик, очень почетный человек. Он был депутат Латвийского парламента. И его потом посадили ни за что, ни про что. Ну он же был депутат, ну что в этом плохого? Ну посадили и следили за ним. А так как я приехал жениться, я там был две-три недели, так я с ним беседовал, так они это заметили. Значит, я перехожу улицу, я помню как сейчас, перехожу улицу Толстого в Куйбышеве. Подходит милиционер, гражданин, и в неправильно перешли улицу. Я смотрю, и со мной перешли еще люди, никого нет. Даю я им пятьдесят тысяч копеек, любые, где он зашел, ввели меня в СМЕРШ. СМЕРШ шпионом. Там меня били как следует. Кажется, очки сломались, чуть не зубы выбили. Какой ты имеешь отношение с этим, как его звали, Дубин? Какие шпионские задания у тебя? В тот раз произошло чудо. Его выпустили. Но через несколько лет снова арестовали. Меня всегда поражало, как он рассказывал о лагере. Когда на тяжелых лагерных работах бревном ему разгробило плечо, он не расстроился. Почему? Потому что несколько недель он мог не думать, как не нарушить субботу. Но как даже там, в лагере, ему удавалось учить Тору? Я искал и нашел в одной камере, в одной камере во всем лагере. Такую камеру, где вот на таком расстоянии, примерно это сколько? Двадцать сантиметров примерно. Двадцать. Валяли старые валенки и были завешены этим занавесом. В старые валенки я решил, я книги спрячу под старые валенки. И каждые сорок пять минут я буду забегать под занавесом. И я стою под занавесом. Занавес был хороший, не видно было. Ну вот как этот занавес, например. И я нахожусь по занавесу и учу внимательно. Только трудно было, что там была сороковатная лампочка. Сороковат все-таки это маловато, и окно замерзшие. Так я каждый день забегал после сорока пяти минут и учил там. И помню, я там много выучил. Тяжелейшие места там утром, что я на воду не могу учить, я там утром. Так я примерно с пол шестого шестью начинал таскать воду. И таскал до пол восьмого вечера. Если я обычным шагом иду, быстрым, занимает час. А я буду бежать как сумасшедший, сэкономлю 15 минут каждый час. И вот я так вот буду. Беру беда и бегу. И так сорок пять минут. И вот 27 февраля 1953 года нас всех выгоняют. Выгоняют из одного лагеря в другой. Какой лагерь, неизвестно. Не сообщают. Выгнали нас в два часа, и мы с дву до пяти стояли на улице. Но у меня был серьезный вопрос, и очень. Что делать с этими книгами? У меня были молитвы по надежности Тфилип на руке и на голову. И вот эта вот книга, это вся Библия. И вот эта книга, которую я взял обещание. Положение было очень серьезное. Что там написано, какая контрреволюция или какой сионизм. Но с другой стороны, сердце мое не позволяло оставить эти вещи и улыбки. Не мог. Как я сказал Всевышнему. Я сделаю то, что я могу, а ты сделай то, что ты можешь. И положил вот так. Вот значит, вот эти вот книги. Таким образом, тут филин, а тут сухари. Сверху. И значит, вот так, значит, это закрыто. На улице мы стояли долго. Они не спешили. Помнишь, что было тогда? Была метель. Снег бил в лицо, как будто эти иголки. И главный проверяющий Олимпиев. А пока три, которые под ним открывают чебоган, они начинают смеяться. Ха-ха-ха-ха. Он сумасшедший. Он ничего не ест в столовой. И от него появляются там гравки. И вот гравки. И прямо падают со смеха. Услыхал Олимпиев, что они смеются. Да, да, говори. У него вот еще сумасшедствие есть. Он не дает прицеле зверь. Опять ха-ха-ха. И вспомнила я, что истинная машинка должна быть с разращением. Это правильно. Разращение на машинке было, это все. И я утверждаю, что машинка есть у него с разращением. И чемоган он принес из дома. Как я не упал, я не знаю. Он же сказал, я у него ложь. В которой всякий степой убили, что это лагерный. И он врагу рассказал мою пользу. Это чудо номер один. Чудо номер два. Про смерть Сталина. Это было 27 февраля 1953 года. И я входил в новый лагерь. На завтра 28 февраля. А вечером был праздник Пури. Пури – это праздник, как был приказ убить всех евреев в Персии. И потом перевернулось это все к миру. Я собрал. Примерно 15 евреев было в лагере. На меня нападает один из евреев заключенный. Азик Миронович. Я говорю, слушай, Исаак. Ты рассказываешь то, что было там 2000 с чем-то лет назад. 2300-200. А ты мне сказали, где все вышли сегодня. 6 миллионов ажедиков убил. А скоро, ты знаешь, из почти 3 миллиона евреев в России будет пыль. Ты знаешь, что построили бараки и готовится выселение. Я говорю правильно. Положение серьезное. Но я уверен, что все вышли спасли. Он говорит, как он спасли. Это запланировал уже Сталин. А я вижу всю жизнь, все, что он планирует, он молит. Вот получается. Колхозов захотел сделать. Так погибло около 3 миллионов от голода. Потом войну выиграл. Ким Ксистата переселил. Все получилось. Я говорю, вы совсем не дайте времени. А почему? Я говорю, мне написано. Геней, лой, одну воду вещам, что я не рисую. Не дремлет и не спит, а хадик избавит. Если 6 миллионов были назначены на смерть, так мы уже на жизнь. Мы все это пережимем. Но ведь это Сталин, он здоров, он представлял себе. Я говорю, он не больше, чем баса в адам. Баса в адам значит кровь с мясом. Значит, человек называется кровь с мясом. Пока кровь идет, он в небо. Мы не знаем, что с любым из нас ближе через полчаса. Все в руках Всевышнего. Не дремлет и не спит страж Израиля. В тот же вечер, когда заключенный 4-й трудовой исправительной колонией произнес эти слова, в Москве со Сталиным случился удар. Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. Это интересная вещь. Это я снят с моими детьми. Напечатали в газете, кто же они? Филетон. Это в январе 60-го года. Теперь представьте себе, сколько собраний было в школах, где учились дети и в Академии наук. Я еще одно выступление только скажу. Васильева. Миловидная женщина занимается делами подростков. Вот. Значит, она начала речь с того, что детство – это самый счастливый период, нет никаких забот. А в каком положении дети зимы? В субботу нельзя там то-то, то-то делать. Перед едой и после они должны были быть в молитве. Все детство отравлено. И я, как педагог, и я, как мать, как женщина, прошу, собрание должно хлопотать перед родным советским правительством о лишении родительских прав. Детей мы отправим в детдом, постараемся подальше, чтобы не было погубленного влияния родителей и воспитаем ее достойными советскими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Равыцк Ивхан Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Директор «Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Я ответил, буду работать, какую работу буду, не блядься Бога. Но это, говорит он, невозможно, потому что Энгельса ясно написана, такая-то книга, такая-то страница, что при коммунизме не останется ни одного верующего мира. Я ответил, а я остался. Мой учитель, Равин Ицкокзильбер, уже четверть века живет в Иерусалиме, в городе своего детского сна. Уже выросли его дети и внуки, и сегодня он делает то же, что делали его отец и дед. Передает Тору новому поколению своих учеников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok